Возвращаемся в Петербург. К нам возвращается Георгий Подгорный. Напомню, сегодня на Балтийском заводе на воду спускают новейший российский атомный ледокол Арктика. Георгий, еще раз доброе утро. Так как будет проходить спуск? Андрей, доброе утро. Мы работаем в прямом эфире, поэтому технические сбои иногда случаются. Итак, церемония обещает быть громкой, а достаточно длинуть только на состав участников. Это представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор корпорации «Росатом» Сергей Кориенко, Артур Чиренгаров, а также президент Объединенной судостоятельной корпорации, без которого этот проект не состоялся бы, Алексей Рахманов. Итак, ледокол. Сам проект был запущен еще в ноябре 2013 года, и окончательно все работы закончатся к концу 2017. Отмечу то, что он станет самым большим в мире. Его длина составляет больше 170 метров, а ширину он больше 30. И рассчитан на экипаж в 75 человек. Атомный ледокол может работать без дозаправки не один год, и не заходить в порт, и находиться в открытом море примерно один год. То есть, этого удалось добиться за счет того, что на судне не используется место для загрузки его топлива. Кроме того, новые корабли, сам ледокол обеспечит проход кораблей, которые перевозят углеводороды с Ямальского месторождения, а также с Шельфовкарского моря, в регион Азиатско-Тихоокеанского региона. Он весьма универсальный, он может покорять не только арктические воды нашей планеты, но и устья полярных рек. Ну а также, Андрей, я добавлю, что Россия на данный момент единственная страна в мире, которая обладает собственным ледокольным атомным флотом. И на данный момент в нем состоят три корабля, которые закончат свой строк эксплуатации к 2020 году. И Арктика станет одним из первых и сразу флагманским проектом, который заменит один из них. Два других — это серийные атомные ледоколы «Сибирь» и «Урал», которые также будут готовы к 2020 году. Андрей, уже меньше чем через полчаса начинается церемония открытия. Мы будем за ней следить и оперативно оповещать вас обо всем. Спасибо, Георгий, из Петербурга, где на Балтийском заводе сегодня спускают на воду новейшие российские атомные ледоколы. Арктика был мой коллега Георгий Подгорный.